Ну, давайте сегодня с вами поговорим, поскольку у меня сейчас запущено, 1 числа стартует новый поток марафона Рерайтер Жизни. У меня одновременно сейчас в двух детских комнатах проходят тренировки, я слышу всех детей. Кажется, мой мозг будет совсем сошел с ума. Бизнес, отлично, об интересном бизнес. Знаете, что я вам хочу сказать по поводу бизнеса. Я раньше очень много рассказывала о бизнесе, о бизнесе, о бизнесе, а потом я увидела такую штуку, что бизнес, вы знаете, люди, два человека, берут одну и ту же модель, одну и ту же тему, делают одну и ту же, но у одного получается, у другого не получается. Замечали такую штуку? Вот, и не можешь понять. И когда человек начинает, например, пытаться подражать другому или пытаться делать так же, как он, у кого успешно получается, все равно у одних получается, у других нет. Знаете, в чем разница? Разница всегда в энергии людей. Разница в энергии людей, в энергии владельца. Вот, например, почему есть какой-то успешный ресторан, или успешный магазин, или успешный бизнес. Владелец им занимается, в нем все хорошо идет. Потом владелец оставляет это все на кучу сотрудников, откликается, и когда он приходит в себя, бизнес уже начинает вянуть. Вы приходите в ресторан, а в этом ресторане уже не так обслуживают, не так вкусно, не дарят не те подарки, не так угощают, не те официанты и прочее, прочее, прочее. Бизнес, успех бизнеса зависит от энергии владельца. Почему от энергии владельца? Потому что, когда владелец энергичен, и когда владелец свои вибрации направляет на команду, подбирая правильных людей и создавая вот некое энергетическое поле, вот тогда складывается. И на самом деле бизнес это легко, если говорить о моменте там СММа, о моменте еще чего-то. Но вот есть классные посты, а они людей не цепляют. А есть такие же посты, но они людей цепляют. Вот замечали, у меня когда я занималась свадебным бизнесом, свадебным агентством, я делала, я всегда очень много пишу, вы это знаете, если вы на меня подписаны, добрый вечер. Вот, и некоторые люди копировали полностью мои сайты под ноль, под ноль, просто с тексты все. И вот на моих текстах все висели, и мое агентство было очень успешным, а у людей нет, не висели. Ведь вопрос не просто в тексте, вопрос в том, что за этим текстом стоит, кто за ним стоит, кто стоит, что за человек, есть ли энергия в этом тексте. Вот хотите вы или нет, но вы когда заходите, например, в какое-то заведение, вы ощущаете его энергетику. Помните, когда вы заходите в магазин и хотите из него выйти. Вы не понимаете, что происходит, но может быть это даже сетевой магазин, но в одном торговом центре вам нравится, а в другом не очень. Вот это момент энергии. Поэтому бизнес это всегда, прежде всего, то, что вы излучаете. Если вы верите в успех своего бизнеса, если вы наполнены, если вы все время этим живете, то ваш бизнес-проект всегда будет интересен. И даже вам простятся какие-то неровности, нетонкости в вашем СММ или еще в чем-то, бесконечно говорить о том, как наладить продажи, как их настроить, как настроить воронку продаж, поверьте мне, это все нюансы. Продукт и тот, кто за ним стоит, это первично. Вот я вам могу это сказать из собственного опыта, уже имея достаточно большой опыт запуска различных продуктов, я вам могу сказать, что когда, например, мой продукт классный, я в него верю, я им живу, у меня продажи идут без рекламы, автоматически люди притягиваются, и я даже совершаю какие-то ошибки, я не делаю каких-то вещей, которые, по идее, должна была делать, и все идет. А когда работаешь по классической схеме, но без души, получается так, что ты все делаешь, во все вкладываешь деньги, все делаешь по схемам, у тебя работают какие-то опытные команды, а фишки никакой в этом нету. Вот у меня, например, был сайт, сделан там, свадебного моего агентства, за какие-то там небольшие совершенно деньги, он был очень много лет, мы там его переделывали, перекручивали, и он прекрасно помог мне стать топом в свадебном бизнесе. Потом мы обратились к агентству очень крутому и заплатили 12 тысяч долларов, это тогда была очень большая сумма за сайт, вот, и сказать им, что он мне привел клиентов, нет, он хороший сайт, все, но ничего не случилось. Поэтому вопрос бизнеса, это вторичный вопрос. Первичный вопрос, это ваше убеждение, ваши мысли и ваша личная энергия. Если вы счастливы в том, что вы делаете, если в вас, ваше личное состояние, это состояние наполнения, если вы думаете и притягиваете все время к себе крутые ситуации, и ваш мозг направлен на развитие, на победы, на цели, вы концентрируетесь на этом, у вас все будет офигенно. Если вы все время решаете вопросы текучки, и вы постоянно недовольны, неудовлетворены, и думаете о том, какие ваши клиенты козлы, и о том, как сейчас все плохо, о том, что ваши сотрудники у вас воруют, и никого нормального не нанять, вот это все вы и притягиваете. Все начинается с силы вашей мысли. Это то, почему я, собственно, полностью переквалифицировалась на этот вопрос, потому что я поняла, что пока мы с базой не решим, пока мы не осознаем, как, в принципе, устроены все законы, какому закону мы подчиняемся, а подчиняемся мы только одному закону, закону притяжения во всем, что вот здесь, сейчас, видите, все вниз летит, что в нашей голове. То, о чем мы думаем, то, на чем мы концентрируемся, это мы получаем. И когда мы, а мы в большинстве своем находимся в неосознанном состоянии, и мы концентрируемся на чем? Пробки, вот я захожу в Фейсбук, например, и Инстаграм, это несколько другая сеть. А в Фейсбуке, где очень много обычных людей, которые пишут в ленте, я вижу только все время обсуждения вот этих вот пандемий, кризисов, у кого вот там любят очень писать, ну что, у кого это хреновый год, и все пишут, у меня, у меня, скорее бы закончился. И когда я, например, пишу, что у меня охрененный год, и вообще моя жизнь охрененная, люди сразу же спрашивают, почему? Хотя, ну, разве можно вообще как-то, знаете, всю нашу жизнь котировать по то, что все плохо? Люди постоянно сражаются с проблемами, вы ничего другого не в состоянии притянуть. Пока вы не поймете, как устроен ваш мозг, и почему так опасно об этом думать, бесполезно строить бизнес, потому что он всегда будет проблемный, в нем всегда не будет клиентов. У меня было топовое свадебное агентство, потому что я решила, что я лучший свадебный организатор, потому что я программировала себя на это днем и ночью. Мне верили мои клиенты, мне верили мои партнеры, мне верила вселенная, потому что я делала охрененные свадьбы. У меня было тысячи учеников в свадебном бизнесе, что вообще было нонсенсом, потому что рынка не было, потому что я твердо знала, что никто лучше этому не научит, потому что я сама решила, кем я хочу быть, я сама решила, где мое место сейчас, что я хочу делать, как я хочу, чтобы обо мне говорили, и я все это притянула в свою жизнь. Вот так это работает. Но большинство людей обладают другими убеждениями, это бред, а так не бывает. Смотрите, у нас в жизни у всех есть убеждения, мы постоянно, наша жизнь на них строится. У каждого из нас есть определенные убеждения, почему я сейчас говорю бред, или почему я говорю правду, почему что-то получается, почему что-то нет, и каждое убеждение является верным по факту, потому что вы в него верите, и вы можете его доказать. Так вот, история заключается в том, что для того, чтобы понять, хорошее это или плохое убеждение, потому что часто говорят, избавьтесь от плохих убеждений, как понять, убеждение хорошее или нет? Ведь все субъективно. Задайте себе вопрос, мне это убеждение помогает или мешает? Помогает ли вам убеждение в том, что денег не заработать, сожжись херня, и это не работает, что сила вашего разума – это полный бред? Если вам помогает это убеждение жить лучше, может быть, это убеждение помогает вам подтверждать, что ваша жизнь говно и не может быть другой, и вам в этом комфортно. Это знаете, как когда в какой-то момент ты засиделся дома, и ты думаешь, да блин, в принципе, не так уже плохо сидеть дома, сначала ты был в шоке, а сейчас ты говоришь, да не так уже плохо, и пробок нету, и того нету, и не надо на обед тратиться, и ты себя в этом уговорил, ты можешь убедить себя в чем угодно, абсолютно. Я, например, очень хорошо знаю, когда у меня были проблемы с деньгами, я убеждала себя в том, что одежда китайская с рынка – это типа нормально, что это идиоты. Я очень хорошо помню, когда мы с Сергеем попали в Китай, и мы зашли в какой-то магазин, а перед этим мы ходили, ну там китайские эти все рынки, естественно, там такие какие-то, ну молы типа, и мы походили, там было очень много реплики, я реплики не покупала, но мы насмотрелись на все, и потом зашли в брендовый бутик, и мы посмотрели и сказали, слушай, ну так реально не отличить, ну реально не отличить брендовые сумки от таких. Я не знаю, что мы покурили в этот момент, что мы не могли отличить. Мы привезли несколько сумок, но не реплик, а просто там каких-то китайских. Они у меня в руках ручки оставались просто, при том, что я в них ничего не складывала. Я очень хорошо помню этот момент, но мы перли, мы переехали на 24 килограмма, у нас это какой 24, боже, ребята, я не помню, насколько у нас был перевес, какой-то сумасшедший перевес, и мы привезли всего этого хлама. И потом мы, как знаете, как будто пелена с нас сошла, мы посмотрели и подумали, кем мы вообще были, как мы себя могли убедить, насколько у нас было плохо, что мы себя убедили, что Луи Витон Китай и Луи Витон как бы не Китай, да, это итальянский, это два одинаковых Луи Витона. Мы способны себя убедить в чем угодно, абсолютно. Евчик, пожалуйста, не мешай маме. Если хочешь, сюда садись, просто с той стороны не нужно. Вот, поэтому говорить о том, что мы можем себя убеждать, это правда, но задайте себе вопрос, вам это убеждение на руку или нет? Я, например, не знаю, кому это убеждение на руку, ну, если нравится жить в заднице, то да. Самое сложное – всегда себе сказать правду. Это вот про историю о том, как, знаете, мы становимся перед зеркалом и втягиваем живот, да, и нам кажется, что мы не такие толстые, например, там, ничего страшного, или надеваем вот такие объемные одежды, и тоже кажется, что ты не очень толстый, но, видите, никуда этого не скрыть, вот, поэтому врать-то другим – это вообще просто. Ну, я в детстве, у меня была такая история, я очень хотела себе куклу Барби, и мне подарили куклу Барби. Тогда, ну, в общем, это какой-то 90-й год был, не так это было, открылся фирменный магазин Барби, один вообще фирменный, там была такая очередь, как в Макдональдсе, значит, и мама купила мне Барби маленькую, ребеночка, ну, видимо, на что у нас было денег, и вместе с ним в пакетик положили вместе с этой девочкой куклой, она, кстати, у меня до сих пор есть, мои дети ей играются, не потому что я им не купила Барби, положили каталог, а в каталоге, ребята, вы не представляете, там был настоящий домик для Барби, Кэн и, короче, вся прочая хрень. Я пришла в школу и начала рассказывать детям, что у меня это все есть, что мне на самом деле мама купила все это, и я рассказывала про ванну, про мотоцикл, все, что было в этой, значит, в этом каталоге, я все рассказываю. Моя мама работала в валютном баре, ну, представьте себе, вообще, моя мама много лет проработала с валютой, она занималась, там, закончила что-то там в мореходке, и она ходила в рейсы, раньше было у нас еще пароходство украинское, Черноморский флот, как-то так он назывался, и она ходила в рейсы, и потом она из-за этого смогла работать в гостиницах наших, Русь, в Киеве есть гостиница Русь, вот она там работала, и она работала в валютном баре, потому что она знала язык и работала с валютой, у нее там было такое разрешение. И представьте себе, что там были разные чуваки, которые приезжали, значит, в командировки, ну, они, естественно, подбухивали, ну, и мама общалась с ними, ну, как бы, как общалась? Общалась, знали, они приезжали, сидели на баре долго, что-то там могли рассказывать. И вот я после школы периодически приходила к маме, потому что, ну, потому что я ребенок, и, значит, и один чувак, его звали Вольхард, я до сих пор помню, у него была дочка старше меня, и мы что-то разговаривали, и он говорит маме моей, и там что-то про куклы, и мама говорит, ой, Толя так мечтает об этой, значит, Барби. Короче, картина Репина. Я прихожу к маме в бар, и этот Вольхард приезжает и привозит мне розовый сундук, розового цвета сундук, 92-й год, понимаете, да? Я открываю этот сундук, и вы не поверите, а там тупо все. Ванна для Барби, Кен, херово тучи этих Барби, короче, ребята, просто, наряды для Барби, просто, просто, его дочка выросла, и она вот это, знаете, как мы игрушки собрали, и она, он мне привозит этот ящик. Я просто чуть не уписалась, а у меня же уже в классе все вокруг, знаете как, типа, да нет, у нее никаких Барби, да это она все разводит, а я же каждый день, значит, там вот это все рассказываю, рассказываю, да вот у меня такой домик. И представляете, я приношу мотоцикл и ванную от Барби. Я не знаю, что сейчас надо принести, и вот просто я не знаю, что я сейчас должна принести своим друзьям, чтобы был такой эффект. Если я им сейчас кортье принесу, там, ну, они скажут, ну, класс, прикольно, и я это приношу. Столько лет прошло, я до сих пор помню это чувство. Это был мой первый опыт с такой визуализацией. Это радость, которую я не знаю, с чем сравнить. У меня до сих пор есть этот малиновый сундук и некоторые Барби. Потом я поотдавала тоже кучу этих игрушек, ну, потому что я выросла, детей у меня еще не предвиделось, но некоторые у меня сохранились. А вот эта эмоция, я даже когда отдавала его, я отдавала тоже какой-то девочке, потому что я знаю, что это за эмоция. Что такое получить сегодня Барби? Вот я сейчас прямо говорю, мне, наверное, надо какому-то ребенку пойти купить. Это просто, ну, это восторг неописуемый. Поэтому я уже не помню, к чему эта история была рассказана, но вот такая штука была. А еще, кстати, я писала письмо Деду Морозу, вот я сейчас только что вспомнила, что я хочу ананас. Это тоже был 90-й где-то год там, и, кстати, этот же Вольхард привез мне мой ананас. Это вот к тому, что мы с вами можем получать очень неожиданные штуки, вещи. Это очень важный момент. Но наша ключевая задача – поверить, и наша задача не просто поверить, наша задача – перепрограммировать свой мозг. Это, не могу сказать, что очень легко, но не могу сказать, что очень сложно. Когда я себе задаю вопрос, что тебе сложнее? Тебе сложнее тренироваться ежедневно и получать то, что ты хочешь? Или тебе сложнее, например, жить в жизни, когда ты возвращаешься в реальность, думаешь о реальность, и у тебя начинаются реальные проблемы. Вы знаете, я готова тренироваться для того, чтобы этого не вспоминать. Что такое реальная жизнь, реальные проблемы, потому что мне такой реальности не нужно. Каждый выбирает свою реальность сам. Вы знаете, это неправильно, что мечты сбываются. Я считаю это глупостью, что мечты сбываются. Когда мы говорим, что мечты сбываются, мы как бы подразумеваем и полагаемся на то, что это случайность. Я говорю о том, что мы можем управлять этой реальностью, о том, что мы можем эти мечты сбывать так часто, как мы захотим. Мы можем превратить свою жизнь в мечту, и по факту то, что мы называем мечтой, это и есть реальная жизнь. Мы сами усложнили свою жизнь настолько, что мы считаем, что выживание, ужасы все эти, и вот это нормальная жизнь, а это мечта, вот иметь то, что ты хочешь, это мечта, это неправильно, когда-то мне парень один сказал, что блин, вот знаешь, наверное, с тобой бы мне хотелось построить идеальное отношение, с тобой все идеально, я ему сказала, чувак, со мной все не идеально, со мной базовый вариант, так должно быть по умолчанию, по умолчанию должно быть охуенно, простите меня, по умолчанию, это не супер, это точно так же, ну, если люди друг с другом интересно, если люди друг друга любят, они хотят друг друга видеть, это не вау, это нормально, а как по-другому, это мы привыкли к тому, что все, у всех, блин, хреново, все ссорятся, все, вот у меня 20 лет встречи было со дня выпускников, 85% моих одноклассниц в разводе, почему, потому что они живут реальной жизнью, а знаете, что такое реальная жизнь, реальная жизнь, это когда вы начинаете возвращаться в реальности, деребанить денег, которых ни на что не хватает, и на детей надо, и на то надо, и на то надо, что думаете, я из космоса, я это прекрасно понимаю, я даже в своих отношениях нынешних, мы тоже пару раз касались жопой реальной жизни, я не хочу такую реальную жизнь, поэтому она такая и есть, поэтому вы должны понимать, что только тут мы решаем, что такое много, а что такое мало, вселенной пофиг, что вам дать, вот в чем, ребята, дело, ей все равно, сколько вам дать, чего, просите, решите, что вам нужно, вы же сами занижаете свою планку, вы сами априори решаете, что это не для вас, это дорого, это много, Сережа на днях, мой муж, выставил фотографию в фейсбуке, где у нас в коробке лежит 300 тысяч долларов, мы шли вносить деньги за квартиру, за эту, и сфотографировали в коробке из-под обуви, 300 тысяч долларов, это всего лишь одна коробка из-под кроссовок, вообще немного, и он написал там, ну что-то там, шутку, и потом он написал, что это мы несли 300 тысяч за аванс квартиры, и девушка какая-то нам написала, что ни одна квартира в нашем городе столько стоить не может, но это, знаете, банальное, простое убеждение человека, и когда вы для себя говорите, что так не может, это дорого, и это все бред, вы сами себе и отрезаете, ну вот и все. Так, очень хочу поверить в сказку, пытаясь каждый день настраиваться на положительные эмоции, у вас ничего не получится, потому что вы очень хотите и пытаетесь, надо не пытаться, а делать, и не хотеть, а знать, самостоятельно это сделать, не имея опыта и не имея поддержки, не самое простое дело, я не буду вас программировать на то, что это невозможно, но то, что вы пишете, уже говорит о том, что у вас не получится, скорее всего, можете пытаться это делать, но вот это вот пытаться, это, знаете, это для школы, я пытался сделать домашнее задание, но у меня не получилось, можете себе поставить в дневничок пятерочку с плюсом. Так, сейчас как раз работаю над своими мыслями, отслеживаю весь негатив, очень стараюсь, ну, удачи. Так, это просто завидует, у нее не будет такой коробки. Смотрите, история такая, что, следующая, да, я уже говорила, что наш разум, наши мысли, они имеют некую вибрацию, чистоту, и по сути им пофиг, например, злимся мы на кого-то, злимся мы на себя, думаем мы, что это хорошее о ком-то, или думаем мы о себе, завидуем мы кому-то, или нет, любая подобная негативная история, которая у нас вибрирует, притягивает к нам то же самое. Когда мы говорим, это бред, я не верю, так не бывает, соответственно, мы себе строим заборы, мы от себя это все ограживаем, то есть мы не опускаем к себе всех этих денег, всего, мало того, обычно мы еще что бы в этом делаем. Мы приходим и говорим, ты видела вообще, ты видела, что там они выставили какую фотку, ну это же вообще, и мы усиливаем еще вокруг себя этот больший забор. Задайте себе в очередной раз вопрос, меня это убеждение в какую сторону? Оно мне дает как бы что-то, или оно мне забирает? Если вы увидите, что оно вам дает, ну, живите счастливо и долго. Если забирает, то забирает. Как краще казаться правильно, как программовать себя? Приходите, пожалуйста, на рерайтер жизни. Я не могу вам сделать, вот смотрите, 30 дней рерайтера жизни я готовлю людей к тому, что мало того, что мы пишем книгу, я рассказываю, как устроен наш мозг. 30 дней. Я даю очень много видео, небольших, порционных, и мы начинаем практиковать. После этого, когда человек уже начинает принимать, как это работает, у нас запускается клуб на 3 месяца, где мы ежедневно начинаем делать практики. Мало того, каждую неделю практики меняются, потому что это технология. Технология не моя, а технология разных людей, гуру, наших мировых, которых я отбираю и уже, соответственно, веду под наш ментал и под наши всякие штуки. Поэтому вот люди хотят как? Знаете как? Я, здравствуйте, я хочу похудеть, дайте мне вот какие-то упражнения делать на мою фигуру. Друзья, так не бывает. Вы всю жизнь засрали свой мозг. У вас всю жизнь установлены программы, которые в вас укоренились, которые в вас сидят. И нельзя сказать вам, вот сделайте вот эти сейчас 2 упражнения прямо сейчас, и у вас все будет окей. Мы должны по частям. Нам изначально нужно свой мозг прочистить. Это как огород. Вот у вас на огороде росло хрен знает что. Вы купили участок, а у вас там все. Кто-то когда-то картошку садил, кто-то пионы, у кого-то колючки росли, тут собаку похоронили, понимаете? У вас там было все на этом участке, а тут кто-то начал дом строить. Вам для того, чтобы там сделать красивый сад, необходимо сначала с этим всем разобраться. Нам сначала нужно достать, посмотреть, что там есть вообще. Может, там что-то полезное есть. Наверняка. Потом нам нужно это все всполоть, эту грядку. Потом нам нужно решить, где у нас что будет, что мы хотим, какие убеждения мы хотим засеять. Мы должны на секторе это поделить, начинать засевать это. Потом мы должны это удобрять. Потом мы должны какое-то время это там поливать или закрывать от солнца или еще что-то. И потом появятся плоды. Нам для этого требуется время. Мы не можем прийти и сказать, все, завтра у нас тут будут пионы. Как они тут будут? Силой мысли. Я сейчас начну позитивно мыслить, и у нас сейчас тут вырастут пионы. Ну, простите на здоровье. Я же вам не обманщик. Я же не человек, который говорит, напиши на бумажке, загадай желание, отпусти шарик в небо, и будет у тебя невъебенно. Может быть, будет. Но мы говорим не о случайности. Мы говорим о перестройке вашей жизни в корне. Мы говорим о том, чтобы изменить ваш эскалатор вниз на эскалатор наверх. Всегда. Всегда. Не в формате марафона исполнить желание и забыться. Нет. Мы говорим о том, чтобы поменять систему ваших убеждений, на которых строится ваша жизнь. И, соответственно, ваши новые мысли и ваш новый разум дадут вам новую жизнь. Потому что, когда вы в себе не уверены, когда вы считаете, что есть проблемы, что страна такая, когда вы питаетесь одной едой, у вас, извините, вы по одному выглядите. Когда вы меняете свое питание и свой образ жизни, вы по-другому выглядите. Речь идет об этом. Речь не о диете, а 30-дневной. Это ничего вам не даст. Вы за 30 дней только поймете, вы за 30 дней только нарисуете, но вашему мозгу необходимо время, вам необходимо поменять частоту своих вибраций, вам необходимо этим наполниться. И уже по участникам марафона я вижу, что 30 дней – это офигенная готовность людей и понимание того, что это работает, потому что уже есть первые изменения. Первые изменения приходят быстро. И уже после этого у вас появляется мотивация делать ежедневные практики, которые добавляются. Мы не можем с вами прийти в зал на тренировку и сразу же начать тренироваться, как моя дочка по гимнастике. Не можем. Мы не выдержим такие нагрузки, мы их не поймем. Я приду и скажу, девочки, давайте вправить в шпагате между метровыми лавками, как моя малая сидит. Вы скажете, это что, типа ебаная история? Ну и правильно скажете. Все, всему свое время. С ментальными тренировками такая же история. Сказать вам о том, что думаете позитивно, ну, вам это не поможет. Ну, правда. Думать позитивно – это как читать книгу АПП. Знаете? То есть ты, типа, читаешь. Или как ты кладешь в корзинку, например, даже правильные продукты, но все равно жрешь их столько, что ты не худеешь. Ну, как бы, утешать себя можно. Думать позитивно, наверное, лучше думать, чем негативно. Но по факту это ничего не дает. Потому что необходимо действие, действие, которое подкрепляется. Когда вы думаете позитивно, а продолжаете действовать так, как вы действовали, а вы действуете в своей парадигме. Помните, как вы говорите себе, сажусь на диету, но ваша рука все равно тянется зачем-то на автомате. Вы не можете остановиться. Или вам говорят, ладно, будете, вы говорите, буду, а потом говорите, блин, я на диете. То же самое и здесь. Так, по поводу шарика в небо, это про блиновскую. Я не знаю, кто такая блиновская, и про шарик тоже не знаю. Просто сказала, ну, образно. Так, едем дальше. Я полгода работала над убеждением, что улечу в Стамбул, смотрела билеты и настраивалась. Итог, по работе командировка оказалась именно в Стамбул. Здорово, молодец. Так, понимаю, что нужно делать медитации в тишине, желательно в одном месте и позе. Если дома нет, пофиг вообще делаете вы, в какой вы позе делаете медитацию. Мы не про эзотерику, если, например, про те медитации, которые мы делаем, то это не имеет значения. Мы прячемся, прячьтесь в туалете с наушниками. Обязательно даю задание всегда делать медитацию с наушниками. Спрячьтесь где-то, выйдите на улицу, на лестничную клетку, машину, не знаю, зарек, на скамейку, пофиг абсолютно. Ребенка уложите спать. Так, о гуру просветления и харизмы. Я не знаю, это ваше чувство юмора, но я приму на свой счет. Я думаю, что я возьму для себя этот образ на будущее. Забронирую вам билетик на стадионе у себя. Так, я так интересно рассказывала, вы мне это... Начала считать ваши вопросы, уже забыла. Так, 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 так. Вот, соответственно, давайте будем переходить к чему-то, пока вы вопросы не пишете. Соответственно, друзья, это работа, системная работа. И до тех пор, пока вы это не осознаете, ну, как бы мало что можно повинять. Почему я за это бьюсь? Да потому что я знаю, что это работает. И очень обидно иногда, ну, я все время себе говорю, ну, как тебе может быть обидно? Ну, перестань, ну, это смешно звучит. Но правда обидно, когда, особенно за своих подруг некоторых, которым я стараюсь это донести. Кстати, у меня на последнем потоке марафона несколько моих подруг. И у одной очень классные результаты. Я очень этому счастлива, потому что мы много лет дружим. И я вам хочу сказать просто одно, это работает. Это очень круто работает. И это самое простое, что вы можете сделать. Еще почему? Потому что мы все время, ну, то, что для меня самым ценным является, я как человек, который не очень любит общение с людьми в контексте того, чтобы делать первый шаг. То есть когда что-то нужно, ну, например, вам там, вы хотите чего-то достичь, вам нужны какие-то для этого люди, вам нужно до них достучаться. Я очень этого не люблю. Я люблю, когда люди обращаются ко мне. Так вот, наша система говорит о том, что для того, чтобы мы управлялись своей внешней реальностью, нам необходимо использовать свой внутренний мир. То есть через программирование своих мыслей мы сами притягиваем ситуации людей, которые нам необходимы. И для меня это очень классная история, потому что, например, в продажах я всегда использовала тему того, что у меня работает входящий поток. То есть когда люди у меня сами автоматически покупают, а я при этом не вхожу, у меня нет отдела продаж или каких-то там, знаете, звонков и так далее. Когда очередь из людей встраивается ко мне. Так вот, история, которую сейчас я практикую, она как раз основывается на том, что все, что мне нужно во внешнем мире, я получаю из своего внутреннего, из тех программ, которые я делаю в тех техниках, которые я ежедневно делаю. И это суперкруто, это офигенно. Вот мы буквально сегодня с Сергеем говорили, он там начал говорить мне за пиарщика, я ему говорю, Сережа, о чем ты говоришь? Какой пиарщик? Люди сами к нам придут, и все с нами случится. Это самая крутая схема. Просто подумайте о том, как это интересно. Когда вы хотите найти новую работу, дело своей жизни, партнера и так далее, вместо того, чтобы идти в мир и пытаться, что, боже, где же мне с ним познакомиться, что найти. Вы просто занимаетесь практиками, и условно случайности с вами случаются наилучшим образом, так как нужно. У нас буквально недавно была такая очень не совсем приятная ситуация с таким наездом, и мы так офигели, потому что, ну, вроде бы мы ее, наверное, притянули в свою жизнь. Мы сделали с Сергеем практику просто, и решили, что пусть эта ситуация разрулится наилучшим для нас образом. И нам на следующий день позвонили и сказали, что все окей, все прекрасно, вот, давайте мы принесем денег, там, все хорошо. И мы вообще офигели вдвоем. Ну, не то, что офигели, с одной стороны, мы знали, что так будет, с другой стороны, каждый раз, когда это происходит, это, конечно, похоже на волшебство, к нему нужно привыкнуть, но это классно. Так, сколько вы уже это практикуете на себе? Ну, смотрите, если говорить о таком постоянной схеме, то, наверное, порядка месяцев трех. Если говорить о том, что я делала это раньше, да, я делала это раньше, и это все, интернет вернулся. Это похоже, знаете, как на похудение, то есть у меня это было запойно. Ты делаешь, ты получаешь результат, ты бросаешь, оно идет по инерции, потом спускается вниз. Ты об этом вспоминаешь, ты снова начинаешь это делать, снова получаешь результат, бросаешь, идет по инерции вниз. Поэтому сейчас я приняла решение, проанализировав все эти скачки, и так у меня все сложилось, я приняла решение, что я просто хочу посвятить свою жизнь этому, для того, чтобы никогда об этом не забывать, потому что это самая сильная из всего, что я делала, получала, и мне очень это нравится. Так, куда можно написать, чтобы узнать дополнительную информацию? Вы можете перейти по ссылке в профиле на сайт и прочитать все, что вам необходимо. Там есть и отзывы, и видео, и все, что есть. Если у вас какие-то вопросы останутся, напишите в директ, конечно. Только что подумала о вопросе, который задать, сформировала его, потом передумала, вы сразу на него ответили. Как такие вещи можно объяснить? Ваши рас, ваша ретикулярно-активирующая система, которая притянула, потому что вам это было интересно, возможно, каким-то образом сциркулировали. Мы же находимся сейчас на одной волне, поэтому это абсолютно нормально. У меня очень часто бывает, когда я подумаю какой-то вопрос, и ответ ко мне приходит, это клево, значит, на одной волне. Как мне опускать руки? А зачем вам их опускать? Решите, какую жизнь вы хотите, и начните ее делать. У вас, вот я всегда задавала себе вопрос, а если я опущу руки, то что? Ну что, ну идите застрелитесь, game over. Вот, я просто не понимаю, это же ваш выбор. Дело всегда в вашем выборе, что вы хотите. Придумайте новую жизнь и начните этой жизнью жить в своей голове. Изначально появляется мысль, мы создаем свою реальность в голове, потом это проявляется в нашей реальности. Ну, если вы не хотите в это верить, ну не верьте, тогда пусть ваши убеждения приведут вас, сброситесь с балкона. Вот, ну только как откуда-нибудь повыше, чтобы вас размазало нормально. То есть, не дай вы, как вы выживете, то потом жить инвалидом не очень хорошо. Хотя, может быть, вас это смотивирует. Вот, ну да, это верно. Я сегодня выпускала видео и говорила о фильме «Секрет», который вышел там, по-моему, в 2007 году. И он очень, кстати, классный, я о нем тоже забыла, и потом решила его пересмотреть. И, конечно же, он подтверждает все, что говорю я, все, что говорит Кеха, все, что говорит Сильва, все, что говорит Энтони Роббинс, все, что говорит Джо Диспенза, Алан Пис. И, короче, кучу всех я пересмотрела, перечитала и попроходила, и, естественно, полностью этой всей истории живу. Так вот, там есть история прикольная о том, как чувак, летчик, он в этом фильме, он документальный, и он об этом рассказывает. Летчик, который попал в катастрофу, но я так поняла, что он был за штурвалом, пилот. И он разбился, и разбился очень серьезно, он пришел в себя в больнице, ему сказали, что он никогда не будет ходить, у него была трубка для дыхания, он не мог сам дышать. Короче, он был овощем. И он говорит, что в этот момент я понял, что, да, ну, как бы я овощ, я ничего не могу, но мой разум-то жив. И он начал в голове все время работать над тем, что он ходит, над тем, что он выйдет из этой больницы, и он все время это прокручивал. Спустя несколько месяцев у него убрали дыхательную трубку, что было вообще фантастикой, ну, потому что ему не давали никаких шансов, а к Рождеству он вышел. Он еле-еле вышел, он там шел как калека, естественно, ну, там еле-еле, но он вышел. Ему вообще не давали шансов, у него был сломан первый-второй позвонок. Ну, посмотрите, это реальный человек, можно даже его найти, я думаю, в соцсетях где-нибудь. Вот, и он об этом рассказывает. И он, это очень хорошая история о том, что наш разум очень, сила разума велика, мы же можем с помощью своей мысли уже доказанно даже перепрограммировать свои ДНК. В чем дело, почему мы этого не делаем? Да потому что мы ленивые, да потому что мы не верим, да потому что нам проще поверить, что от нас ничего не зависит, что есть какая-то судьба, что вот президент наш зависит от, какой он реформу примет, от этого зависит наша жизнь, нежели взять ответственность за свою жизнь на себя. Ну, это ваш выбор, ну, окей, хорошо, я сделала свой выбор, вот, и мне он нравится, вы выбирайте так, как вы хотите. Вот и все. Так, спасибо за эфир, у меня прибывают силы, когда я вас смотрю, и почему вы не пришли на рерайтер? Кажется, что не получится достигнуть цели, ну, иначе не получится, будет все так, как вам кажется, у вас точно не получится до тех пор, пока вам не покажется обратное, вас никто не может в этом переубедить. Вы принимаете решение, и ваш мозг получает эту программу, как джин, помните, с Аладдином, слушаю, повинуюсь, слушаю, повинуюсь, то, что вы сказали, вы это и получили. Все, что сегодня есть в вашей жизни, посмотрите вокруг, пожалуйста, это вы притянули, вы поверили только в это. Я поверила, что я могу строященно переехать в квартиру за миллион долларов, а сейчас хочу в дом какой-нибудь подороже переехать. А вы поверили, что вы можете жить там, где вы живете. Вот и все. Все очень просто. Все, во что вы верите, все вы получаете. Я поверила, что я буду в Луивитоне одеваться там, и что у меня будет это и то, и у меня это есть. Сейчас я поверила, что я новую машину себе куплю, Порш КМ. Я ее куплю, даже не думайте об этом. Я купила ее один раз, я куплю ее сейчас, у меня уже мышечная память есть. Вы сами выбираете, во что вам верить. Вот и все. Все, друзья, на этой ноте заканчиваю эфир. Жду вас на Рерайтере жизни. У нас сейчас есть пробная версия за 100 гривен. Можно попробовать себя в этом марафоне в течение 4 дней. Вот, вы можете оказаться в марафоне. Если вы примете решение оставаться, вы затем просто продлеваете и попадаете в основную группу. Я бы вам рекомендовала даже не пробовать, а сразу приходить, потому что это реально сильно-сильно круто. Можете ждать, можете думать, можете пытаться, можете взять и сделать. Со мной можно взять и сделать. Вот, 100%. Со мной можно взять и сделать. Если ваша ленивая жопа, не будет лениться. Все, люблю, целую, пух.